Ребята, всем доброе утро, всем привет! Поменяла постельное белье, постелила на свое любимое, наверное, одно из самых моих любимых комплектов, это голубое постельное, получается такая вот простынь, голубая с гортензиями. Еще какие-то цветочки, а сам пододеянник, наволочки, тут белые с такой вот голубой лентой. У меня это постельное белье ассоциируется с Ванюшкой, с сыночком нашим, потому что именно оно было, когда он у нас повился, первые вот дни его жизни дома. У нас было именно это постельное белье, у нас много фотографий, и оно для меня очень такое дорогое. Сердце у меня ассоциации именно вот с рождением Ванюшки. И я, в общем-то, заказала новое постельное белье, такого розового цвета. Очень хочу, чтобы у меня такие же приятные чувства были и с рождением доченьки. Вот, давно я смотрела на это постельное белье, на West Wing, я его заказала, сейчас на него офигенная была скидка. Оно такое розовое, но приглушенное, с моими любимыми белыми пионами. Вот, две наволочки и, получается, пододеяльник. Единственное, что в комплекте не было, скажите мне, я скажу, простыни на матрас, поэтому нужно будет докупить отдельную, либо просто стелить белую, как вот у нас есть. У меня есть свободный белый. Так что хочу, чтобы именно вот это ассоциировалось у нас с появлением нашей доченьки. Такое розовое постельное белье. Вот это голубой весь комплект вместе с этой подушкой. Покупала в Zari Home. Вообще не жалею, уже сколько лет им пользуюсь. Обалденное постельное белье. Мне очень нравится и качество, и внешний вид. Но в последнее время что-то я там ничего не нахожу такого, чтобы мне вот действительно прям запало в душу. У меня еще есть подобный комплект с лимонами. Получается наволочка, ой, наволочка, простынь идет с лимончиками. И точно такой же комплект, только полосочка, это лента желтого цвета. Вот. И я еще тут параллельно разбираюсь. Кстати, сегодня будет преображение нашей спальни, нашего спального уголка. Все-таки мы приняли решение повесить текстиль на окна. Я вчера заказала, сегодня вот жду посылку. По размерам не нужно будет ничего подшивать. Здесь отличная длина, высота потолка. Плюс уже есть карнизы, ничего делать не нужно. Просто повесить, погладить, повесить и все. Так что очень жду. Очень хочется мне сюда текстиля. Потому что вот в зале я прям кайфую. Там мне всего достаточно. И вот очень хочется сюда. Так, еще параллельно я тут... У меня стирка намечается. И разбираю вот шкаф в ванной комнате. Вот, кстати, это желтое постельное белье, бирюзовое. Вот эта стопка, это все получается у меня для гостей. Но я там все переберу. Буду перебирать, смотреть. Потому что у меня для гостей подушки из Икеа. И там другой размер, не такой, как у нас. И получается, что постельное белье, которое мы последнее купили, серенькое, трикотажное, оно нам не подходит. Поэтому я гостевое одеяло заправила чистеньким постельным бельем. И вот на икеевские подушки идеально подошло по размеру. Так что это серое постельное белье будет все-таки гостевым. Вот. И еще планирую с подушками здесь разобраться. Тут планируем декор. В общем, на следующий, в понедельник придет сюда шкаф. О, не шкаф, а такая тумба. Вот, будем доводить до ума. И вот штора у меня осталась. Одну же мы в зале повесили. И одна осталась, потому что продавали две комплекта. И эта штора будет висеть вот тут. И плюс докажу еще. Тюль и оформлю тоже здесь окошко. Так, ладно. Возвращаюсь я. Мне нужно вот это вот постельное белье. Новенькое. Убрать шкаф. Ребят, всем привет. Я уже купил все, что мне нужно было. Кое-как это все загрузил. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Это, конечно, было весело. Так, сейчас заберем свой еврик. Смотрите. Я вам заценю мое искусство. Здесь я загрузил. Мне нужно было четыре таких вот брусочка. Взял на всякий случай дрова, чтобы полить камин. Мы его хотим, короче, кое-что с ним сделать. И самое прикольное было грузить вот эту штуковину. Она влезла как раз во внутрь салона. Думал, не влезет. Просто я не захотел ее пилить внутри, там очень долго ждать. И думаю, два метра засуну. Но, слушайте, влезла. Пришлось снять седушку. Ой, седушка, подголовник. Но мне кажется, даже, возможно, и с подголовником бы влезла. Хотя, наверное, нет. Ладно, все, отправляемся домой. Я решила сразу же освободить себя от кухонных дел. Сразу приготовить. Там, я не знаю, либо это будет обед, либо ужин. Поставила варить гречку. Делаю гуляш. Как я его готовлю? Говядину обжариваю. Нарезала на такие кубики довольно мелкие, чтобы было удобно кушать. Обжариваю на оливковом масле. Сейчас нарежу луковицу мелко. Также мне понадобится томатный соус, томатная паста, немножко воды. И также мне понадобится мука. И все. Ну и, естественно, специи. Соль, перец, травки, муравки и все остальное. Сейчас обжарю мясо. Сейчас его посолю, поперчу. И буду обжаривать, пока у меня не испарится вся жидкость. Пока мясо не начнет золотиться. Пока там у меня мяско готовится, где-то полторы столовые ложки муки. Я обжариваю до такого красивого, желтенького, золотистого цвета. И постоянно нужно помешивать, чтобы ничего не сгорело. Это такой гуляш, знаете, гуляш моего детства, моих школьных лет. Никакой морковки, никаких овощей. Ну вот кроме лука, мяса, лук, томатная паста, специи. И вот мука. Очень я люблю такой гуляш. Он отличный и с пюрешечкой, и с гречкой. Мне, кстати, гречка уже кипит на медленном огне. Надо ее готовить. Ну, в общем, пока мешаем. Покажу, как должна выглядеть мука по итогу. Я, кстати, готовила гуляш как вот с обжаренной мукой, так и без. То есть добавляла уже напрямую прям обычную муку. И все-таки с обжаренной более такой другой аромат. И послевкусие другое мне больше нравится. Поэтому я заморачиваюсь и встаю, обжариваю муку. Так, ну что, все. Мука у меня готова. Смотрите, какая она. Такая карамельная, что ли, стала. Она поменяла цвет. Я уже выключила газ. Все, пока отставляем ее в сторону. Пока она пусть ждет своего часа. Так, а у меня тем временем уже выпарилась здесь сок. Говядина начала поджариваться, приобретать корочку. Так что самое время отправлять сюда лук. И еще параллельно я поставила кипяток. И что, заливать буду все кипяточком. Все, отправляем сюда лучок. Кипяток перемешиваем. Лук уже практически прозрачный. Добавляю томатный соус. У меня это перетертые жареные томаты. Соль. Специи я буду использовать аджику, сухую приправу. Добавляю кипяток. Теперь ставлю умеренный огонь средний. Даже ближе к медленному, знаете, к минимальному. Накрываю крышкой. И забываю про мясо минут на 40. Так, точно. Так, знаете что? Добавлю еще лавровый листик. Все. Пусть мясо теперь тушится. У меня уже прошло 40 минут. Смотрите, что я делаю. Сейчас в муку добавляем теплую кипяченую воду. Она у меня горячая. И потихоньку буду выливать. И венчиком перемешивать, 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 чтобы не было комочков. Смотрите, какая получается масса. Очень похоже на карамельный заварной крем. И нет абсолютно комочков. Теперь открываем мясо. У нас уже тут все протушилось. Хорошенечко. И теперь эту смесь с мукой добавляем сюда. И тоже мешаем. Естественно, подливка будет густеть. Если вы поймете, что для вас это слишком густо, да, что вы хотите более такое водянистое, ну, в общем, на ваше усмотрение, то просто добавляйте кипяточка и потом доводите до вкуса по соли. Потому что если вы будете добавлять воды, естественно, как бы это будет влиять на соль и специи. Вот. И плюс я хочу приготовить чуть-чуть побольше подливки, чем обычно, чтобы вот нам хватило, как бы чуть-чуть подольше. Потому что у нас вот такую вот подливку, гуляш, любят все. И Ванюша, сыночек, и Ваня-старший. И это и с гречкой, как я уже говорила. Вообще с любым гарниром, с пюрешкой. Можно будет и пюре потом приготовить. И тут буквально 5 минут. И все. Все готово. Накрываю крышкой, пусть стоит наставится. Гречка у меня уже готова. Такой вот простой рецепт, но очень-очень вкусный. Катюш, у нас тут дома, как Золушка, кушать приготовила. Сейчас везде убирается. Пока есть силы и желания, на самом деле, на этом убираться. Ну да. Это да. Потому что иногда прям вообще не могу. Надо сейчас еще Ванюшки постельные снять. Угу. И про пылесос я тебе принесла. Этот пылесос тут все нужно. Ух. Немножко тут все разбросано. Я, как вам уже говорил, все купил. Но думаю, что начну это делать не сегодня. Сегодня я сделаю другую вещь для полочек. А, сегодня будешь делать? Да, я сейчас пойду делать. А это не буду делать, потому что я заказал. Короче, эти бруски, которые я заказал, они, их нужно обработать. Ага. Вот, и я хотел одну штуку купить. Ее в магазине не было. Я сейчас ее заказал в Амазоне. И она завтра придет, чтобы мне обработать дерево. Ну, я потихоньку скупаю всякий инструмент для работы. Потому что мне приносит это большое удовольствие работать руками, что-то делать. Поэтому покупаю потихоньку весь инструмент. Так, в общем, заказал себе электронный... Электронный... Вот, и я заказал электрический. Потому что у меня ручного даже нет. Вот. Так что потихоньку приобретаем различные инструменты. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас такой ливень. Просто проливной дождь. Все идет и идет. Ай, все. Ванюшки в комнате убрано. Все чистенько. Пыль везде протерла. Плинтуса. Все-все-все. Помыла. Пыль всю убрала. Постельное поменяла. Полы помыла. Ковер пропылесосила. Вот, все. Сейчас шторы потом опущу. Все, красота. И чистота у ребенка в комнате. Супер. Вот у нас вот так вот темно дома. Субтитры сделал DimaTorzok. Ура! Блин, ближе к вечеру принесли посылки. То, что... А, Ваня мне еще вырезает такие штучки. Будем с ним делать. Доделывать уже ящики для Ванюши. Все, все вырезал. Все вырезал. Круто. Уже зашлифовал. Можно красить. Ага. Или грунтовать будем? Или так вот. Да, по грунту. У нас же есть грунтовка. Да. Загрунтуем и начнем красить. Не, ну, вырезал. Ну, за грунтуром высохнет. Тут нужно будет зачистить. Но нужно будет еще зачистить сами шкафчики тоже. Мы же тоже красим. Да, мы тоже их будем в один цвет красить. Хорошо. Вот, но сегодня мы повесим текстиль в спальне. Наконец-то я целый день ждала эти посылки. А, это шторы? Шторы и тюль. Потому что он такой тяжелый. Шторы и тюль пришли. И моя, наконец-таки, посылка пришла. Я ее долго ждал. А что там у тебя? Роутеры. Я хочу нормальный. У нас интернет дома ужасный. Постоянно отваливается. Мы вчера смотрели фильм, и у нас два раза отлетел интернет. Короче, это ужас. Поэтому я сказал, другие роутеры. Может, я наездлю в хорошую сторону. Так, здесь только один. Может, в другой посылке второй? Ого. Откроем мои посылки тоже, пожалуйста. Что-то ты наслаждал. А он у меня, кстати, проходит. Он у меня то есть, то нету, то есть, то нету. И? Второй. Нифига себе, какие они гигантские. Два разных, кстати. Да, один должен быть на 8 портов. А другой на 4. Один внизу будет. А другой наверху. Я просто не ожидал, что у нас столько большая будет коробка. Угу. Так. И? И, наверное, в последнем уже мое. Да. Оно мягенькое. Пойду гладить сейчас. Чтобы уже приедет с манюшкой. А может, я и сама справку повешу. Тремянку возьму. Ты их не будешь? Я буду их гладить. Стирать не будешь? Не. Я только в детстве постирала. Вот. Шторки. Взяла с другой ткани. Не такие же самые, как мы в детстве брали. А, ой, они тоже классные. Такие. Смотрите, какая ткань. Не знаю, как она называется. Тоже красиво. И тюрь. Я сейчас все это распакую. И отправляюсь гладить. Что, ребят, уложила Ванюшу спать. Короче, я клуша. Что-то перепутала. Надо вернуть тюль. Не ту заказала. С неправильным креплением. Они предназначены для трубочки. А здесь крючочки. И, короче, надо вернуть. Сейчас буду заказывать другие. Ты же пробовал закрывать? А? Закрывала окна? Нет. Не пробовал? Ну, ты не закроешь. Почему? Ну, потому что здесь так сделано, что... Мне очень сложно объяснять. Если я не зацепила за ту штуку, на которой она двигается... Да. И у нас тогда... Ты здесь пробовал цеплять тюль. Да. Видишь, как я все... Да. Не, ну так же можно сделать. Тут все. Там одну-другую можно сильнее сделать. Все, там максимум. Она там упирается. Она там не упирается. Я там закрепила. А вот эту можно открыть. Вот. Максимум. Ну, вот как раз с того угла. Да, я знаю. Я же специально выбирала. А в углу, видишь, висит одна шторина. И она переходит и на один край, и на другой. Так и будет? Да. Ага, поэтому нельзя закрепить. Да. И здесь тоже. Я наполовину на один. А то сюда визуал, чисто. Но его можно подвинуть. Если сильно нужно будет, то можно подвинуть. Вот. Так что вот так выглядят шторы. Еще будет тюль. И вообще будет все шикарно. Осталось только заказать тюль. Фух. Ваня тут разбирается с интернетом. У него там все-все. Очень печально. Непонятно. Да, вообще. Да. Кошмар. Вот. Но уже со шторами. Без тюля. Со шторами. Уже по-другому смотрится. Мне нравится. Еще меня ждет банан. Вкусный. Который я сейчас слопаю. Ладно, ребята. Буду я на этой ноте прощаться. С вами. Вот я в отражении. Надела футболку. Супер. Поэтому. Супер жена. Фух. Очень хочется лечь. У меня живот. У меня такое ощущение, что за эту неделю вырос, ну, не знаю, в полтора раза точно. И он какой-то совершенно другой формы. И он довольно низко расположен по сравнению с животиком, который у меня был с Ванюшкой. Вот. А еще что-то глючит камера, скорее всего, из-за интернета. То включается, то выключается. Фух. Все. Всем спокойной ночи. Зай. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok